78 серия участка Мурманск-Магадан Седьмой день движения. В конце серии привал недалеко от Екатеринбурга. Мотель Три Медведя. В этой серии будет пройдено 73 километра почти. И остановлюсь на ночевку на привал. Сергей Трошов спрашивает про время на видеорегистраторе. Да, это время московское, и оно будет постоянно в течение всего маршрута. Можно будет сравнивать, как отличаются часовые пояса по освещенности на навигаторе Яндекс. Время было установлено с учетом часового пояса. Но больше всего, по-моему, разница будет во Владивостоке. При движении на запад разница в часовых поясах играет на руку. То есть чувствуешь себя более комфортно. Но трудно объяснить. Это нужно испытать. Я, по-моему, нашел причину от этого шума. К шуму асфальта, к шуму полотна добавляется шум кондиционера, который я был вынужден направлять на видеорегистратор, чтобы он не перегревался. Потому что работал он видеорегистратор весь день. Но стартовал я в 6.30 московского времени, а на привал установился в 18 с копейками. И вот чтобы он не перегревался во время движения, пришлось кондиционер направлять на видеорегистратор. Это шум, к сожалению, шум воздуха. Но об этом я узнал только сейчас, к сожалению. Вот вроде и все. Сейчас, посмотрев видео, я пришел к поводу, что нужно, насколько это будет возможно, вторым комментарием заполнить. Потому что тот шум, который в салоне, не дает возможности понять, какой комментарий я там веду. Намерения у меня были другие. И поделиться опытом, знаниями, своими просчетами и промахами в сериях, когда начнется трасса Р-504 Колыма. Потому что там были дни, когда я вообще ни одного слова не говорил. Достал, молчал, тупо ехал. Чем это объясняется? Трудно сказать. Может быть, усталостью, может быть, какие-то другие причины были. Ну, несколько дней я там вообще на трассе молчал. И думал, вот эти дни я запомнил комментариями и поделюсь своим опытом, своим знанием, своими расчетами, промахами, недоработками, которых не удалось избежать. Но, видать, планы смещаются. Я уверен, что найдутся люди, которые повторят этот маршрут. И чтобы у них не было проблем. Ну, проблемы будут от них. Никуда не денешься. Когда смотреть все невозможно. Но то, что упустил я, мои промахи, они учтут. И видео получится гораздо качественнее, гораздо информативнее и интереснее. Я никак не ожидал, что охлаждение видеорегистратора кондиционером породит такую неприятность, как забьет полностью мой комментарий о салоне автомобиля. Ну, начну, наверное, с того, какую аппаратуру выбрать для дальней поездки. Сейчас линейка видеорегистраторов очень большая. Есть очень дорогие, есть совсем дешевые. Но приобретать, на мой взгляд, нужно с такими характеристиками. Если, например, снимать только для себя, для семейного архива, там, наверное, нужно выбирать такой видеорегистратор, где качество видеозаписи очень высокое. 4К, например. Ну, а для того, чтобы размещать в интернете, на ютубе, нужно иметь в виду, что, какое бы Вы высокое качество ни снимали, видеоредактор ютуба это качество обрежет и подгонит код в свои форматы. Ну, какая-то реклама сейчас идет на 15-м канале. Так вот, я опять к видеорегистратору. Ну, приобретать необходимый видеорегистратор с качеством записи HD. Это первое. Вот, например, на тренд-движении можно устанавливать и 4К, и частота кадров от 30 кадров в секунду до 45 и до 60. Нужно ли будет такое качество для съемки трассы? Я не думаю. Достаточно 30 кадров в секунду. Качество Full HD. Это основные, на мой взгляд, параметры. И карта памяти. Желательно, конечно, иметь видеорегистратор с карты памяти 256, а еще лучше 512 гигабайт. Вот, я не могу разобрать, что сейчас говорю в салоне автомобиля. Так, значит, карта памяти 512 гигабайт или 256. Этого вполне хватит для съемки в светлое время суток, чтобы не париться, не переживать, что запись пойдет по второму кругу, и первые файлы будут валены, стерты, чтобы там они были спокойны. Второе, или третье уже, это наличие фильтров, поляризационных фильтров, которые помогут избавиться от бликов на стекле, и улучшат качество съемки. Стоимость таких видеорегистраторов, ну, не знаю, но, может быть, порядка 15 тысяч. Есть дорогие, там по 40, я видел, по 70 тысяч. Ну, это для съемки, для личной библиотеки, для личного архива. Так, с правой стороны. Это остановились. Это первое. То есть очень аккуратно, очень внимательно и придирчиво подойти к выбору видеорегистратора. Вот в данной ситуации он нагревается во время движения. Съемка ждет весь день до температуры 60-70 градусов. Это чувствуешь рукой, прикасаясь к видеорегистратору. И вот он на грани того, что в любой момент может уйти в аварийный режим, и съемка прекратится. Чтобы такого не было, надо смотреть на такие характеристики. Температурный режим. Или же создавать условия для охлаждения. Или принимать какие-то другие меры. Может быть, останавливаться на час, на два во время дороги. И охлаждать его. Но иметь в виду вот такие вот особенности. Температурный режим видеорегистратора. Потом брать с собой в дорогу два, может быть, три видеорегистратора как резерв. Потому что в случае, если один выйдет из строя, то на смарку пойдет съемка всего маршрута. Вот мой печальный опыт показал, что датакан, который был в резерве, здорово меня подвел в том плане, что очень плохо ловил спутники. Автоматически выключался, уходил в аварийный режим. Этим он здорово расстроил меня. Потому что сама по себе машина хорошая. Но серьезные вот такие вот недоработки, серьезные упущения производителей. Машина хорошая, но ненадежная. Какой выбирать? Ну, я не знаю. Читайте в интернете, читайте отзывы о видеорегистраторах. Подходите к этому очень серьезно. А там, да? И, конечно, мне кажется. Да, отзывы в ткань. А у нас не вставила. Проглезы. А у меня нет... Да, нет. Проглезы. Эти, вот вынулся. Да, нет. А у меня нет. Проглезы. Появляясь в поездку, я прекрасно понимал, что идеальных условий для съемки не будет. То есть рассчитывать, что все дни придут в идеальных условиях, не будет. Ну, так оно и получилось. И замечательные серии, когда свет в спину, солнце в спину, хорошая освещенность, сущность, яркость картинки. Ну, будут дни, значит, когда солнце будет в лицо. Так, например, это будет в 79-й серии. Кроме вот этой напасти, как солнце в лицо, будет и дождь, будет и снег, будет и пыль, будет и грязь. Это все вы увидите, просматривая видео. Но то, что добавится такая напасть, как напасть, как шум от кондиционера, это, конечно, я предвидеть не смог. Вот это я только увидел и услышал, когда я начал обрабатывать и размещать видео. Это меня здорово расстраивает, потому что я рассчитывал, что комментировать двойной дорожкой не буду. Но, достаточно будет того, что уговорил в салоне автомобиля. Ну, видите, все. Все сложилось не так. Потом, опять-таки, мой совет, моя рекомендация, решение принимать вам, вести съемку на два видеорегистратора. Вот съемка фронтальной камерой один вид, а вот съемка на боковую камеру совсем другая картинка, совсем другое восприятие. Должен сказать, что на боковую камеру, когда идет съемка, то смотреть не менее интересно, чем на фронтальную камеру. Можно, конечно, поставить и видеорегистратор на заднее стекло. Я пытался ставить на заднее стекло, но ввиду того, что там пленка тонированная, качество съемки было неважное. Можно, конечно, разобрать, можно смотреть, но качество картинки здорово уступает. Ну, и говорю, иметь резервный видеорегистратор. Иметь в виду, что может возникнуть необходимость запитывать видеорегистратор от внешнего источника питания. Вот фрагментами прорывается разговор дальнобойщиков. Я думаю, интересно будет послушать вам. Ну, там разговоры в основном специфические. Если что, еще вспомню про видеорегистратор, то я вернусь к этой теме. Ну, надо иметь еще и радиостанцию. Она просто необходима во многих случаях. Ну, например, можно спросить у дальнобойщиков, где остановиться, например, на ночевку, то есть на место отдыха. Вот у меня была неприятность под Иркутском, когда я решил заночевать на объездной дороге Иркутска, не заезжая в город. Можно было заехать в город, это было бы, наверное, правильно, остановиться на ночевке где-нибудь на площади торгового развлекательного центра или крупного магазина. Но я вот допустил оплошность, рассчитывал, что на объездной дороге Иркутска будут места для стоянок, для отдыха. Но, как показала практика, это была грубейшая моя ошибка. Уже двигался в темное время, спросил у дальнобойщиков, где нужно приночевать. Но они сказали, что самое ближайшее место для привала это Слюдянка, а до нее ехать примерно километром 70, плюс по серпантину, по горному перевалу. Это, конечно, меня не устроило, потому что невозможно в темное время суток снять хорошую картинку пейзажа, природы, потому что ничего не видно. Поэтому остановился, просто выбрал там пятачок. Но когда начнется эта серия, я более подробно об этом расскажу, что там произошло. Иркутска пытался выдержать минимальный скоростной режим, для того, чтобы не было вибрации, дерганья, видео. Но тут другая напасть, это то, что шум кондиционера... Я не ставил перед собой целью установить рекорд на этом маршруте. Ну, я имею в виду Москва, Мормонск, Магадан, Владивосток, Крым, Москва. У меня не было такой цели. У меня была одна главная цель, главная задача снять качественное, хорошее видео. Можно, наверное, снять хорошее видео, в хорошую погоду, с хорошим освещением, с хорошей экспозицией. Но для этого потребуется, наверное, по моим прикидкам, полгода. Это нужно стартовать в начале мая, ну и до сентября, то есть до первых чисел октября. Тогда можно выбирать и время, например, снимать не с утра до вечера, а снимать, если солнце в лицо, то начинать снимать с полудня и до заката, если солнце будет в спину. И наоборот, если с утра солнце в спину, то съемку вести до того момента, как солнце ляжет на капот. Тогда можно получить хороший результат. Но опять-таки, если не будет осадков. То есть, снять качественный фильм на таком протяжении, это крайне тяжело, крайне. Будут возникать какие-то дополнительные проблемы, дополнительные сложности во время движения, потому что буду смотреть все. Ну, в нашей жизни невозможно. Я немного говорю в нос, потому что простужен. Уже 4-5 дней температура, поэтому извините за такой тон, за такой голос. Например, вот, просмотрев видео, вы сможете сделать выводы, можно ли за время отпуска на автомобиле совершить интересную туристическую поездку. Ну, на близкие расстояния, например, близкие расстояния, это до 3,5 тысяч километров. Это моя классификация. Можно, да, потратить отпуск и снять хорошее видео, посмотреть хорошие места. А на дальние расстояния, ну, это свыше 5 тысяч километров, это будет крайне затруднительно. Например, вы проживаете где-то на западе России, а вам интересно проехать по трассе Колома. На своем автомобиле в течение отпуска у вас это не получится. Если отпуск у вас месяц, это вам реализовать не получится. Поэтому планировать как? Долететь на самолете, например, до Магадана или до Якутска, там брать автомобиль в аренду, и уже на арендованном автомобиле проехать по этим трассам, по этим участкам. То, что вы получите массу впечатлений, ну, я не имею в виду приключений, это гарантированно такой красоты, как на Колыме, ну, трудно найти. Гряда от этих горных перевалов, подъемов, спусков. Я помню, уехал и до такой степени уже достали эти перевалы, взглядывался вперед в надежде увидеть какую-то примету того, что горные перевалы закончились или заканчиваются. вот, но когда очередной поворот или подъем, вдруг видишь, что впереди еще до горизонта вот эти горы, ну, конечно, подъемы перевала они там достали. но, красота, говорю, и действенность природы окружающей, она непередаваема. это нужно видеть, это нужно ощутить, почувствовать лично. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. я бы добавил, что лучше один раз ощутить, пощупать, пережить, чем сто раз увидеть. В перспективе, в отдаленной, рассчитываю размещать видео, боковой видеокамеры. Я съемку вел на датакам с бокового окна. Там тоже будут очень интересные моменты, очень интересные ракурсы. Это я говорю, как на затравку. Но, если будете смотреть видовые фильмы, снятые на боковую камеру, я думаю, вы не пожалеете. Еще, что интересно, вот, снимая на боковую камеру, ввиду того, что близко там деревья, кустарники и так далее, вот картинка вроде бы смазанная. Но, сделав стоп-кадр, остановив видео, качество картинки резко возрастает. Там можно увидеть мельчайшие детали. И деревьев, и скал. Ну, то есть, все, что попадает на кадр. То, что попадает в кадр. На мой взгляд, это очень интересно. В следующих сериях я продолжу делиться своими впечатлениями о поездке, своими промахами, просчетами. Сейчас просто посмотрите видео. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Справа скала. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий ДimaTorzok Ну всё, я ищу место... Начинаю искать. Так, данные заполняли прибором 5.1 литрами 100 километров 728. Это 728 километров пройдено сегодня. 66. Скорость задняя. 728. О, это был замечен. Вставая урага чистая. Пошла? Встречки нету, значит. Пошла? Пошла. Пошла встречка. Вот такая взаимоподсказка взаимопомощи. Пошла. Встречка. Обходи по возможности. Тот же возник. Я тяжёлый. Я на подъём хвораю. Я пробую. Делать его. Слышать. Привет. Нет. Нет, что это половинки отказали. Это пониженная положительная. Пониженная не включается. Обязатель. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...